Мы понимаем, что вы открыли две школы. Две! Это 764 тысячи рублей. Честно, я никогда не представляла, что когда я начну свой бизнес, у меня будет такая огромная, крутая поддержка в виде сообщества. Всем привет! Если ты давно задумывался об онлайн-образовании и хочешь открыть свою онлайн-школу, то это видео именно для тебя. Меня зовут Илья Терновой. И я Федор Спиридонов. И в нашей студии в очередной раз продюсер, которая открыла не одну онлайн-школу Ирина Калаур. Не одну, а целых две школы. Одна специально для детей и их родителей. Она нацелена на то, чтобы развивать таланты в детях, а родителям помогать развивать свои педагогические способности и чтобы они вместе проводили больше времени. Вторая школа посвящена энергии жизни. Взрослые люди уже могут открыть себе, скажем так, чакры с помощью медитации, йоги и других полезных практик. Ну и стать, конечно же, лучше и продуктивнее. Смотрите этот выпуск до конца, потому что он будет действительно полон полезной информации, интересных кейсов. Ну и, конечно, в конце выпуска мы разыграем скидку на продукт от Ирины Калаур. Мы скажем какое-то кодовое слово, которое будет являться промо-кодом. Так что, друзья, не пропустите, смотрите этот выпуск. Друзья, как и обещали, Ирина уже у нас в студии, и мы говорим ей привет. Можно на ты? Да, конечно. Всем привет, здравствуйте. Чем ты занималась до онлайн-образования и какой твой путь ты прошла в становлении? В инстаграм-профиле видите, что у тебя там маркетинг, пиар и брендинг. Да. Это что, это просто пиар-менеджер или как? Это моя специализация, я уже 10 лет занимаюсь маркетингом. Я росла в различных корпорациях, компаниях по этому профилю. Окончила МГУ, мне на Моносово, второе образование в высшей школе экономики получилось. То есть маркетинг – это мой профиль после обучения. Я такую специализацию получила, и я в этом все это время жила. Развивалось, так как маркетинг направление достаточно широкое, для нашей страны-то тем более. Придя в одну компанию прозападную, маркетолог занимается только аналитикой. Придя в компанию пророссийскую, такую даже советскую, маркетолог занимается созданием логотипа, календариками, ручками. Это тоже занимается маркетолог. И так как я меняла компанию достаточно часто, мне интересно было развиваться, получить разный опыт в разных сферах. Здесь у меня как раз и дизайн, и брендинг. Огромный плюс от этого опыта я получила именно когда начала свои онлайн-проекты. Потому что здесь я поняла, что все то, что я проходила за все 10 лет опыта, я могу использовать для своей онлайн-школы самостоятельно. То есть прямо ручками. Мне не нужно искать подрядчика, мне нужно нанимать. Маркетинг для прозападной компании, да, как ты сказала, аналитика. Аналитика в каком виде? Решили запустить как раз онлайн-направление. Мы хотим открывать мир для любителей вина, делать их настоящими энофилами, которые разбираются в том... Почему это все парни с вами? Что мы не знаем? Вот мы вас взяли и вербуем. Чудесно. И поэтому мы анализируем, как нам люди приходят, на что они, через какие каналы, то есть там Instagram, Facebook, через какие социальные сети. Потому что у нас один единственный был. Это вы у меня интервью берете или кто у кого? Здесь очень важно, что перед тем, как вы начнете что-то делать, это сначала должны подумать, зачем вам это нужно делать. То есть там самое SEO, да, почему вы решили его сделать, для чего это вы у кого-то посмотрели, потому что у нас... Вы хотели попробовать, да, вы не знали, что у вас работают, вы хотели попробовать. Да, именно. Это чтобы пользоваться каналом или отсечь его. Или отсечь его. Вот очень важно здесь учитывать такое понятие, достаточно редко используемое почему-то на нашем бизнесе, в российском, MVP. То есть вы сначала предугадываете минимальный возможный продукт, да, то есть то минимальное количество времени, на которое вы можете потратить для того, чтобы получить какой-то результат от вашего клиента, чтобы понять, рабочий это продукт, рабочая это схема или нет. Вот у нас почему-то это очень редко используется, на Западе это используется постоянно. Например, если вы, ну, еще логически можно подумать, SEO, вот вы онлайн-проект, да, насколько вообще интересно тем людям, которые ищут какую-то... информацию просто в поисковиках, какой-то онлайн-проект, насколько эта тема вообще онлайн, вот теме вина, путешествия, она актуальна. Вот как могу привести пример, онлайн-образование для детей в поисковиках Google, Яндекс, она не актуальна совершенно. Именно поэтому я даже не буду пробовать туда идти, потому что, ну, я уже пообщалась с разными... Сети, значит, да, социальные сети для нас работают. Зачем я буду тратить свое время, силы узнавать, как мне работать, например, вот, может быть специализированные сайты, где мамочки сидят. Это как, ну, я это привожу в разряд такое партнерство, блогерство, это сложнее. Ну, например, вот для детской темы, для меня лично, то есть, опять-таки, здесь очень важно, вот вы к чему сами готовы. Вы делаете бизнес для себя в первую очередь, вам важно, чтобы вам это все нравилось. Вот вам нравится заниматься SEO, вы хотите в этом разобраться? Я ненавижу SEO. Вот видите, вы крутите головы, а зачем вы начинаете делать то, что вам неинтересно? Вам нравится вино, вам нравится путешествие, вам нравится, например, вести Instagram, занимайтесь этим. Вот мы общаемся, например, с ребятами из акселератора, и вот начинают, говорят, вот, сейчас модно как-то писать тексты, копирайтинг, ему-то нужно учиться, там, проходить вот эти тексты. Ну, мне это интересно, например. Вот вам это интересно, развивайтесь в этом. А есть вот парень там один, но он не хочет этим, он говорит, мне это неинтересно. Но все же говорят, что это надо. Вот этот я послушал, сказал, я пойду учиться, заплатил деньги, дополнительно пошел учиться, но это не его. Зачем? Мы в первую очередь делаем бизнес для самих себя. Нам это важно, принести пользу людям, дать часть себя, передать какую-то информацию. Для чего мы на себя нагромождаем какие-то ненужные вещи, сами не получаем от этого удовольствия, это все передается. Все-таки мы понимаем сейчас какие-то инсайты, мы раскрыли свою философию, но мы понимаем то, что вы открыли две школы. Две. Две? Да. Школы. Первая у нас связана, вышесказанная, потому что она связана с тем, что мы открываем какую-то гениальность детек, обучение, онлайн образование для детей. А вторая называется энергия жизни. Мы чакры через йогу, через медитацию, через что-то это. Как вы пришли к идее создания именно двух этих проектов? Первый проект еще до акселератора у меня возник. Я обратила внимание, что родители проводят мало времени с детьми. Умышленно? Мне стало удивительно. Как-то так дети такие прекрасные, классные, прикольные, здоровские, от них можно всему учиться. А родители отдают их к репетиторам, окружение моих друзей. Как-то так. Моя мама со мной очень много проводила времени, хотя и работала, но все равно обучалась. Возили меня по саду. Все было классно. Наоборот, мне казалось, что родители должны проводить время с детьми. Я думаю, странно, почему бы мне хотелось помочь родителям понять, осознать, насколько это важно, интересно. Но не просто так, чтобы проводить время в кино сходить, там, бургер поесть и так далее, а именно принести пользу. И вот эта идея обучения совместное родителей и детей как легла в основу моей онлайн-школы. Записывайтесь на наш бесплатный вебинар. Сначала идея была заниматься шахматами, чтобы преподаватель по шахматам, эксперт, записал онлайн-курс. И родители садились вместе с детками и учились играть в шахматы. Шахматы очень перспективны, очень интересны, здорово. Не нашелся эксперт по шахматам. Я искала эксперта по шахматам. Ну вот как-то один отказался, второй отказался. И тут вдруг нашлась приятельница, которая обучала ментальной арифметике деток оффлайн. Я ей предложила этот вариант, мы с ней начали все делать, все завязалось. Я пришла в акселератор, заплатила деньги, это все классно, все движется, движется. И вдруг эксперт передумала. Что, кстати, очень часто бывает вообще в онлайн-проектах, что эксперт передумал. С чем это? Ну они творческие личности, наверное, поэтому. Им иногда сложно бывает продавать через онлайн, они привыкли к оффлайн, но такой тоже есть момент. Им сложно бывает, что здесь нужно быстро все делать. Плюс еще нужно многому учиться новому. Учиться продавать в эфире, учиться вести инстаграм, учиться в принципе продавать. Я долго думала, как мне на это реагировать вообще, потому что за весь мой опыт с апреля, с марта прошлого года у меня ушло 6 экспертов. И практически все по одной и той же причине. Я всегда думала, как мне на это реагировать, когда эксперт так ведет. Какую форму вывели? Я вывела форму, ну иди, тебе твоя дорога туда, куда идешь. Я найду другого, я буду... Незаменимых нет. Да, незаменимых нет однозначно. Я сама открытая к общению. И знаете, что еще я поняла, что как только я перестала цепляться сама за эксперта, сразу пошли новые люди вокруг меня. И вот когда я это поняла, мне стало вообще просто. Ну я, о, отлично, все, классно, я найду другого. Я начала искать и нашла внутри акселератора учительницу, учительницу начальных классов, преподавательницу. Я поняла, что она отлично вписывается вообще в мою идею. Она сразу сказала, слушай, ментальную арифметику мы делать не будем, это неинтересно. Я говорю, слушай... Ментальную арифметику? Ментальная арифметика, да, это направление, по которому я хотела идти. Мне было на тот момент особо без разницы, будь это ментальная арифметика, у меня была тема дети. И тут я уже не допустила ту ошибку, которую сделала раньше. Я сама сделала бренд себе, сама сделала, то есть на меня все было уже завязано, на мое имя, сама домен, сама все, юрлицо, все, все, все было уже мое. И из этого постепенно получилась сейчас уже существующая онлайн-школа с четырьмя курсами. Один длинный, долгий курс – это по подготовке детей к школе. И маленькие курсы по направлениям, отдельно по математике, по развитию речи, то есть по тем проблемным моментам, которые бы родители хотели с детьми. Просто я к чему, вот про первый курс, про подготовку к школе. Я тут недавно узнал, что вот в наше время, когда нас брали в школу, достаточно было бы просто прийти в школу и сказать, я хочу в школу, да? А сейчас есть экзамены, которые дети должны сдать, и это, ну, я такой, что? У нас некоторые читать и писать не умели в первом классе. Да, есть такое, даже кроме того, что нужно иногда сдавать экзамены, ребенку, если он приходит в школу неподготовленный, в принципе, ему реально тяжело. То есть ему тяжело, в принципе, дети невнимательные сейчас, а для того, чтобы ребенок был внимательный, с ним нужно заниматься до школы обязательно. А если ребенок невнимательный, он не будет слушать учителя. А если он не послушает учителя один, второй, третий раз, он просто перестанет любить учиться. То есть, представляете, да, вот ребенок приходит, у него учительница спрашивает один вопрос, ребенок не знает, что ответить, не потому что, может быть, он не знает. Он испугался, он не уверен, он забыл, он растерялся, но это дети, они еще, это новый для них абсолютно опыт, нам кажется, что как это так. А два раза он не ответил, и все, ребенок не любит математику резко вдруг с первого класса. Ты сказала, что есть, ну, есть небольшие проблемы, да, в нише образования детей. Вот хотелось бы сейчас раскрыть эту тему, почему это так сложно, и почему там люди, мамы, да, не доверяют, например, онлайн-образованию. А когда я приходила в это направление, я как подумала, есть целевая аудитория мамы, мамы хотят, чтобы дети были умными, развивались, это будет мое. УТП, неважно, я сейчас на этом вообще выстрелю просто прекрасно. А как только мы начали заниматься этим проектом, я столкнулась с тем, что, да, мамы хотят, чтобы их дети были умные и развивались, но они хотят и не забывать о себе, любимых. И когда их ребенок начинает хотя бы немножко быть самостоятельным, первое, о чем хотят мамы, это уделить время себе, сходить на маникюр, встретиться с подружками и так далее. И поэтому часто мамы отправляют деток на занятия к сторонним преподавателям, в школу, неважно, к бабушке, чтобы побыть наедине с самой собой. Это же справедливо, нельзя ставить на себе крест, если у тебя появился ребенок. Обязательно мамам нужно проводить время с самой собой, но не стоит так сильно прям доверять каким-то сторонним преподавателям. Есть вещи, которые без маминого участия невозможно сделать. Ваше проект же вносит функции дополнительного образования, правильно я понимаю? Да, это скорее такой проект помочь родителям научить детей учиться, вот как-то так, к чему мы очень сильно стремимся. Это не образование ни первый, ни второй, ни третий класс, это подготовительные, во-первых, направления. И во-вторых, нам очень важна эта социализация между родителем и ребенком. Я это поставила изначально во главе этой всей истории, так я это стараюсь пропагандировать. Это может добавляться различными другими тематиками курсов, абсолютно любыми. Но сквозная идея заключается именно в том, что родители, ты можешь дать ребенку в любом возрасте, максимум 90% то, что нужно взрослому человеку, дает родитель. Так давай ты вот сейчас, мы тебе поможем. Мы достаточно подробно поговорили про суть проекта, я хочу заметить. Давайте поговорим о его монетизации. Сколько он существует и приносит ли он вообще прибыль? Это, скажем так, то, что дает сразу на первом этапе, приносит свои дивиденды? Или это какая-то долгосрочная история? Это полностью долгосрочная история. Как бы сильно я не хотела сразу быстрой монетизации, нет, здесь такого не будет. Сейчас проект постоянным находится в нуле, в таком хорошем, стабильном нуле. Ну хотя бы в минус не тянет. Нет, в минус не тянет, но стабильно в нуле. Я точно теперь знаю, что если я, например, в месяц сколько я вложу, столько же я в конце этого месяца, плюс-минус столько же заработаю. Как при этом, ну то есть эксперты, соответственно, получают деньги? Эксперт сейчас, с которым я работаю, основной мой эксперт, она готова тоже жертвовать. Жертвовать, да. Она, для нее это пока хобби, и мы с ней на этом сходимся. То есть для нас это, то есть мы не стремимся быстро расти. Я поставила себе вот такой план. Сейчас этим вторым проектом я сделаю хороший финансовый результат. У меня все автоматизировано там. Мне нужно вложить в трафик. А сколько проектов уже существует по вот... С мая. Это вот именно образование, да? Да. Это вот у нас в мае вышел первый курс, в июне три других. И вот так они постепенно идут. То есть получается 9 месяцев? 9 месяцев, да. Получите бесплатную онлайн-консультацию прямо сейчас. А что касается второго проекта, который сейчас, собственно говоря, да, поддерживает финансовую сторону? Который поддерживает меня очень здорово наполовину и помогает мне находить новые проекты. То есть он у меня такой, как, знаете, как такая вишенка на торте, на нее все смотрят. О, у тебя получилось, давай, кому еще тебе? Я консультирую разных ребят, у меня такое вообще все началось. То есть там и ниша такая интересная, которая, пользуясь ресурсами этой темы, да, ты можешь как бы самостоятельно понимать для себя, стоит ли вообще играть с вещью. Стоит ли что-то делать. А как раз таки, скажем так, чтобы получить этот проект, я сначала сделала эти практики, которые есть в этом проекте. В проекте медитации, йога, дыхательной практики энергетические. То есть все то, чтобы поддержать наш внутренний потенциал, найти наш внутренний стержень, сонастроиться, как сейчас модно говорится, со вселенной, сделать так, чтобы все получалось. Вот я сонастроилась в середине октября. 28 октября я познакомилась с экспертом. 17 ноября мы с ней сделали вебинар уже на новой полностью площадке, две недели. Через две недели у нас вышел курс, 50 участников. То есть у нас за месяц, можно сказать, мы с ней сделали с нуля. Мы с ней не были знакомы, не было курса, ничего не было вообще. Мы с ней за месяц... Почему это так популярно вообще? Почему такой успех? А людям очень сейчас тяжело, у людей очень большая нестабильность в отношениях, в жизни. Людям нужен свет. Вот этот свет мы даем в нашем курсе. Мы даем надежду, мы даем базу, фундамент, на котором люди могут стать счастливы, поверить в себя, поверить в свою мечту. Сколько стоит этот фундамент? От 7 900 в месяц. Это пакет какой-то у вас там по несколько пакетов? У нас там несколько, да, несколько программ, у нас 4 программы в зависимости от готовности участвовать в самостоятельном развитии и готовности, скажем так, принимать участие извне, потому что у нас работают коучи отдельно, отдельный эксперт, как помогают быстрее расти. У нас есть все те практики, во-первых, которые испробовала я на себе, что это тоже очень важно, и я верю в них. Стоит ли обучение в акселераторе тех денег, которые ты за него отдала? Да, да. Любое обучение стоит любых денег. А почему тогда ты не выбрала обучение в каком-то другом проекте, а именно в акселераторе? А я не знала тогда, никаких не было проектов. Все проекты появились уже после того, как я пришла в акселератор, стали появляться конкуренты, кто-то стал, обучился в акселераторе, стал создавать свой акселератор. Акселератор был вот на тот момент, был первый, единственный, это было что-то так очень интересное, очень любопытное, и я пришла в акселератор вообще очень так интересно, я знакома с Катей Наземцевой, подписана на нее в инстаграме, а потом моя приятельница из Германии говорит, слушай, я тут была на вебинаре, пойдем сходим, поучимся. Я говорю, Лена, как мы давно с тобой не общались, а давай, то есть это было как такой, пообщаться с подругой старой. Мы с ней вместе вошли в этот процесс. Вопрос про финансовую сторону второй онлайн-школы. Сколько она существует и какая прибыль на данный момент? 17 ноября мы провели первый вебинар, то есть можно сказать, как начало нашей онлайн-школы, 1 декабря пошел первый поток, изложение, первое вложение 37 тысяч рублей всего лишь, большую часть я делала своими руками, лендинг, настройка платформы, что еще? Даже первую продажу я делала сама, то есть большая часть вообще первых, это была своими руками, опять-таки спасибо за то, что я это умею делать. Мы сделали 50 участников на первом потоке. Это очень много. Это очень много, да. Сейчас у нас 73 участника и роя у нас 745 процентов. Ну это прям очень хороший результат. В денежном? Ну мы просто кейс раскрываем, да, чтобы было. Да, это 764 тысячи рублей. Это вот получает и 37 тысяч. Это вот именно за первый поток? У нас нет потоков. Мы как с 1 декабря начали. Мы вместе с облата получились. Это наша общая прибыль с 17 ноября. Вот я просто вчера как раз с экспертом обсуждала, это вот у нас 764 тысячи рублей с 17 ноября. Мы автоматизируем все это, четко есть план в голове, дело за малым. Просто сделать это, день-день потратить на это все, сделать. И освободить свое время. Освободить свое время для того, чтобы, во-первых, взять другие проекты. Я очень хочу еще проектов. Я готова вот эти запускать прям вообще. А есть какие-то уже идеи? Да. По моему принципу отбираете проекты? Разговариваю с экспертом. Эксперт горит, идем. У эксперта есть аудитория, идем. Если у эксперта нет аудитории, мы никуда не идем. Как вы закрепляете, заключаете отношения с экспертом? Дентльменское соглашение. Вы что почерпнули от акселератора? Какие полезные... Сообщества. Мега-сообщества. Сообщества, которые что вам делают? Что полезного сообщества? У нас несколько закрытых чатов по разным направлениям. Мы там обсуждаем все. Мы помогаем друг другу. Мы пишем друг другу тексты, рекламы. Есть группа людей, у нас страна человек. Мы все у друг друга есть в ГЭД-курсе. Если что, помочь. В рекламных кабинетах во всех. Если вдруг помочь, подсказать и так далее. Честно, я никогда не представляла, что когда я начну свой бизнес, у меня будет такая огромная, крутая поддержка в виде сообщества. Честно, я больше чем уверена, ни одна... Вот сейчас несколько есть, да, ребят, кто помогает делать онлайн-школы. Разные местечковые сообщества. Нигде такого нет. И все вот очень рады. Мы реально, мы обожаем друг друга. Мы все такие разные, мы просто друг друга обожаем. Спасибо большое от Акселератора, ребятам, за то, что вот это сообщество создано. И мы стали настолько друзьями, полностью во всех смыслах этого слова, настолько на одной волне. Но это очень круто. Три основных полезности, включая сообщество, в Акселераторе онлайн-школы Аксель. Что он постоянно развивается, не стоит на месте. Ну, это для вас. То есть это далеко для вас этот толчок, что вы постоянно развиваетесь. Да, ребята постоянно развиваются, и мне тоже хочется постоянно развиваться. То есть я вижу, что они не просто создали курс, и все, вот получите. Они курс видоизменяют, придумывают новые фишки. А, скажем так, они придумывают фишки, а у меня как-то онлайн-школа, я копирую эти фишки, но это логично, да? Ну, для меня на самом деле полезность вообще, в принципе, что можно все автоматизировать. То есть я, так как я в маркетинге уже достаточно долгое время, я всегда задавалась вопросом, как можно избежать человеческого фактора. А здесь ребята, спасибо им, они показали, как можно все автоматизировать. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и лайки. Какой пакет? У меня самый-самый низкий. Сколько он там? Самый-самый простой. Ну, сколько просто они могут? 200 тысяч рублей я заплатила, да. Самый-самый простой пакет. Но я прошла, правда, все уроки. Вот, кстати, мало кто, по-моему, прошел все уроки. Прошел все уроки. Актуальный вопрос, да, там, все просмотрели. Я просмотрела все, да, что-то мельком. Окей, отлично. Дальше у нас есть еще один приятный нюанс нашего интервью. Как вы правильно, в общем, метафорически выразились, есть тортик, и на нем сейчас вот вишенка будет. Тортик, это то, что все вы рассказали. Ага. Вот это очень полезно, очень важно. Я бы сказал, это воодушевляет и нас, и наших зрителей. Окей, сейчас настало время вишенки. Вишенка – это какой-то приятный бонус от вас в виде скидки. О, есть такое. Скидки на участие в ваших проектах. Вот. Но ее мы даем нашим зрителям по промо-коду. Вишенка, нет? Вишенка. Пусть будет вишенка. Вишенка. Да, давайте вишенку. Как раз вишенка на этом торте. Вишенка дает скидку в течение недели после выхода этого выпуска в эфир. Всем тем, кто хочет присоединиться к курсу «Энергия жизни», кто хочет задаться определенной целью и реализовать ее, это очень важно, кто хочет раскрыть свой потенциал, и вот 27% на любую из программ приходите. Вот 100% все понравились, у нас нет ни одного негативного отзыва. Друзья, надеюсь, что вы также зарядились энергией жизни от нашей гости Ирины, и, конечно же, воспользуйтесь непременно этой скидкой. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего выпуска, где вновь увидимся, встретимся, и вновь с вами почерпнем еще массу полезной информации от резидентов акселератора онлайн-школ Аксель, которая очень-очень успешна. Мне очень понравилась философия того, что я ни за кого не держусь. Если ты хочешь со мной работать, работай. Незаменимых людей нет, и это очень правильно, наверное, потому что держаться за кого-то может выйти себе дороже, да, в какой-то степени. После того, как закончилось наше интервью, нам дала установку Ирина, 10 минут, как только просыпаешься, не хвататься сразу за телефон, взять и медитировать. 10 минут на это потратьте, просто сядьте, закройте глаза, считайте… На счет три вдох, на счет три выдоха. Да, считайте три счета, раз-два-три вдох, раз-два-три выдох. Можно визуализировать, представлять себе эти цифры в голове. Если появляются мысли, просто отгоняйте их прочь, и концентрироваться с закрытыми глазами нужно на дыхание вот здесь, прям под носом есть как раз у нас складочка. Думайте об этом. 10 дней практики. Попробуйте просто это сделать, просто попробуйте. 10 минут, мы тоже вступаем в этот челлендж и надеемся, что наша жизнь качественно изменится к лучшему.